Так, да, добрый день, дорогие коллеги. Ну вот в нашем докладе мы представим результаты ревизии тюркской классификации, над которой мы работали с Анной Владимировной и с Алексеем Сергеевичем в последние полтора-два года, если считать активную фазу. Значит, в этом исследовании мы исследуем методологии недавно вышедшей статьи Reptordation of Indo-European, и, как кажется, некоторые предложенные в той статье методологические инновации становятся совершенно принципиальными при анализе языков, которые, с одной стороны, довольно неглубокие, с другой стороны, на протяжении всей своей истории сохраняют активные контакты друг с другом. Ну, тюркская языковая семья, наверное, не нуждается в слишком долгом представлении, она занимает классальную территорию в Евразии, насчитывает около 40 языков. В целом, наверное, по общемировым масштабам довольно хорошо изученных, но вот при этом всем до сих пор не существует консенсуса относительно того, как выглядит филогенетическое дерево тюркских языков. Долгопольским даже, в общем, высказывалось в такой афористической форме утверждение, что у всех семей есть генетическое дерево, а у тюрок генетический пень. То есть, якобы принципиально невозможно построить тюркское дерево из-за того, что оно затемнено вот этими интро-генетическими контактами. Вот. Значит, несмотря на все это, существуют определенные точки консенсуса, практически все исследователи согласны с тем, что про тюркский распадается на болгарскую ветвь и про все остальное. Про все остальное мы предлагаем называть ядерно-тюрским и отказаться от немножко сбивающего столк термина общий тюркский. Ну и вот внутри общего тюркского существует консенсус о том, что следует выделять Агусскую группу вот в таком составе, как здесь написано в скобках. На наш взгляд, можно, в принципе, со стопроцентной уверенностью добавить сюда Саларский, но вот, может быть, это не является совсем-совсем консенсусом. Выделяют Копчакскую группу, в которую входят как минимум перечисленные языки, значит, некоторые исследователи добавляют в нее что-то еще. Обычно выделяют Карлокскую группу, Якутско-Долганскую, Хакаско-Шурскую и Твинто-Фаларскую. Значит, не существует никакого консенсуса о том, как вот это все перечисленное внутри ядерно-тюркской клады комбинируется друг с другом. В частности, существует ли такая клада, как сибирско-тюркский, включающий Якутский, Долганский, Твинский, Тафаларский, Хакаский, Шурский и Алтайский. Значит, некоторые ученые смотрят на это как на генетическую настоящую кладу, а некоторые рассматривают это как вторичное реальное единство. Вот, также непонятна позиция киргизского, непонятна позиция Карлокского, я бы добавил еще Саракюгурского. Вот, значит, наш датасет состоит из 110-словных списков в количестве 18 штук. Большинство из них это реконструированные просписки для 15 совсем неглубоких, иногда прям совсем-совсем мелких подгрупп. Значит, эти реконструкции строятся на основании преимущественно диалектных данных, также мы используем, конечно, опубликованные словари, грамматики и корпуса. Но мы совершенно принципиально минимизируем использование литературных тюркских идиомов, потому что при создании большинства литературных стандартов видна очень-очень сильная тенденция к архаизации, иногда совершенно неоправданной. Вот, и мы используем, кроме 15 реконструкций, еще три синхронных списка. Саракюгурский, древнеюгурский и карханитско-югурский, последние два собраны по памятникам. Значит, реконструированные списки получены методом семантической реконструкции, который подробно рассматривался в европейской статье у коллег, и в статье про индавральское сравнение первый раз. Это, значит, пять принципов. Горень должен быть засвидетельствован в разных частях дерева, он должен быть поддержан внешней этимологией с таким же значением, должен быть желательно непроизводным, нужно предполагать типологически более обычные сценарии семантических изменений, и нужно исключать реальные всякие контактные инновации. Вот последний пункт чрезвычайно важен, потому что уже на уровне реконструкции он позволяет немножко сократить шум, связанный с контактами. Ну, вот если это вызывает вопросы, в порядке дискуссии мы можем вернуться к этим принципам. Значит, наши данные прошли три стадии обработки. Вначале мы анализировали просто корневые когнации, затем мы сняли то, что называется терроризационный дрифт, и потом наши данные прошли гомопластическую оптимизацию. На каждом из трех этапов мы пользуемся тремя лексико-статистическими алгоритмами. Это Байсовский анализ, метод ближайших соседей по версии программы Starlink и метод максимальной бережливости. Значит, анализируя датасет с корневыми когнациями, это, в общем, традиционный подход, мы исключаем заимствования, отмечая их как отсутствующие лексемы, что, в общем, хорошо известно и принято давно в Московской школе комплективистики. И совершенно стандартно от этого отклонение заимствования, которые приобрели сводышевское значение уже внутри данной подгруппы, мы помечаем как совершенно нормальные полноправные лексемы. Значит, что же нам показал датасет, основные на корневых когнациях? Ну вот мы получаем довольно странное Байсовское дерево, на котором, во-первых, Чувашский нераспознан как первый аутлайер. Дальше мы видим Гебчакскую подгруппу в довольно стандартном составе с включением внутреннего Карлукского. Видим объединение Тувинта-Фарглорского и Хакаско-Мраскова в такой вот обрубок сибирско-тюрской подгруппы. И видим некоторую очень подозрительную кладу, которая включает древний Тюркский, Халачский и совершенно неожиданно Якутский. Старлинк дает последовательное отделение вначале Чувашского, затем Якутского и дальше несколько последовательных мультифоркаций. Значит, отметим, что здесь Капчакские языки имеют тот же состав, что на полученном Байсовском дереве. И вот древний Тюркский снова входят в какую-то странную кладу, которую объединяет Хакаско-Шорский и Агусский. Максимальная бережливость распознает Чувашский как первый аутлайер, дальше дает раннее отделение Халачского, как бы капая на мельницу Дёрфера, но на самом деле не так легко доказать раннее отделение Халачского, как это кажется. Дальше все совсем плохо, потому что не распознана даже Капчакская группа, но и в остальном мы видим какую-то кучу малун с объединением Якутско-Долганского студента Фаларским, так в принципе некоторые ученые и думают, но довольно странное дерево. Но мы не сильно расстраиваемся, потому что впереди у нас еще снятие деривационного дрифта. Под деривационным дрифтом мы понимаем параллельные морфологические инновации, которые пережил один и тот же корень, и при этом эти инновации являются разными эволюционными событиями. Значит, в свежевышившей индоевропейской статье коллеги предложили два формальных критерия для снятия деривационного дрифта. Значит, словообразование должно затрагивать изменение части речи, а в таком случае то, что было корневыми когнатами, помечается как неродственным. Или в результате словообразования должно как-то значительно меняться значение. Вот тогда мы это тоже будем помечать разными индексами. А просто добавление, скажем, диминутивного суффикса или какого-то другого семантически пустого суффикса достаточным основанием для снятия дрифта не является. Что получилось? На Байесовском дереве Чувашский стал отделяться от общетюрского, что нас очень радует. Также распалась Тувинта-Фаларско-Хакасская клада на два отдельных таксона. Сохраняется Копчакская группа с небольшими перестройками в структуре. И что нас также очень радует, вот от нашей странной клады с древне-тюркским и халарским отпал Якутский, который теперь также представлен на этом дереве как отдельный таксон. Старлинговское дерево показывает меньше промежуточных узлов, показывает все ту же Копчакскую кладу, раннее отделение Якутско-Долганского. Но вот сохраняется подозрительная клада, объединяющая Прагузский, Прохаларский, Хакасско-Мраский и Древне-Тюркский. Ну, по крайней мере, объединение Якутского и Халарского здесь вполне может быть контактным. По объединения Хакасско-Шорского довольно странно выглядит. Несколько улучшилось дерево, полученное методом максимальной бережливости. Несомненно, позитивные изменения, что стало распознаваться Копчакская клада ровно в том же составе и очень похожей структуры на то, что мы видели на Байасовском дереве. Значит, на Старлинговском дереве не очень нас удовлетворяет пока структура Копчакской клады, но отметим, что все алгоритмы дают одинаковый набор языков в ней. Значит, на основании вот этих трех деревьев мы построили консенсусное дерево. Обратим внимание, что оно довольно похоже на Байасовское. Главное отличие, что структура Копчакской клады в ней совершенно разрушается. Она превращается вот в такие грабли. Дальше на основании вот этого консенсусного дерева мы проводили гомопластическую оптимизацию. Значит, гомопластическими развитием мы считаем лексические метчи, которые нарушают топологию вот этого нашего консенсусного дерева и которые являются при этом инновациями. Значит, на третьей стадии обработки мы их помечаем как неродственные друг к другу. Мы считаем, что такие метчи могут представлять или независимые инновации, или какие-то реальные контактные явления. После гомопластической оптимизации мы получаем такое Байасовское дерево, на котором от древних тюркских, наконец-то отклеился халашский, мы получили мультифоркацию на 8 отдельных таксонов. Также мы получили Копчакскую кладу довольно традиционной структуры, но, как мы дальше с вами увидим, она еще может быть улучшена. На старлинговском дереве появилось последовательное отделение Чувашского, Якутского, потом Тувина, Тафаларского, а дальше мультифоркация. Но нам удалось побороться с мусорной кладой, которая включала и Агусский, и Хакаско-Мразский, и Халашский, и Древних тюркских. Но вот структуры Копчакской клады нас скорее расстраивают. Довольно странно объединение Краимского с кирпизским, казахским, нагайским, татарским и корловским сразу. Обычно он мыслится как западно-копчакский язык, объединяясь с карачао-балкарским и кумыкским. Ну вот, да, дерево полученным методом максимальной бережливости никаких особенно позитивных изменений, увы, не произошло. Значит, из-за этого мы снова построили консенсусное дерево, которое не отличается от того, что мы получили на втором этапе. Мы снова имеем вот такую совершенно разрушенную структуру тюркской клады. Значит, это, конечно, едва ли может нас удовлетворять. И мы решили в порядке эксперимента произвести гомопластическую оптимизацию только на основании байосовского дерева, полученное на второй стадии. Потому что, видимо, введение в консенсусное дерево максимальной бережливости и методов ближайших соседей, которые не очень справляются, видимо, с нашим датасетом и недостаточно хорошо реагируют на иллюминации дирекционного дрифта, ну вот приводят к, в общем, потере структуры клады. А здесь мы как бы усиливали сигнал, полученный именно на байосовском дереве. И вышла такая замечательная структура копчакской клады, в которой Алтайский является первым аутлайером внутри нее. Дальше распознается отлично западная копчакская подгруппа, ближе к которой стоит татарско-башкирский, и южная копчакская подгруппа с добавлением Корлупского, ну что абсолютно соответствует таким традиционным мнениям, как-то произложенная в известной книжке под редакцией Йоханссона. Что касается датировок, широкий, доверительный интервал, полученный методом байосовской лексико-статистики, в целом согласуется со всем, что было предложено ранее. Тут ничего не вызывает удивления. А вот стартлинговская лексика-статистика дает некоторое заглубление, которое в принципе легко объяснить, потому что калибровался механизм, во-первых, на корневых списках, во-вторых, эти списки были еще не такие чистые, как используется в этой статье. Поэтому, в принципе, несколько углубленная дата, даже вот по сравнению с тем, что в 2007 году была опубликована Владимировна Владимировна, она довольно ожидаемая. Переходя к выводам, первые четыре вывода суммируют структуру дерева. Чувашский распознан как первый аутлайер, дальше предполагается мультифоркация на восемь ветвей. Никакой сибирской, сибирско-тюркской клады у нас не обнаруживается. Алтайский объединяется с копчаками, как первый аутлайер внутри них. Никакой близости к киргизскому он не показывает. Киргизский относится к другой копчакской подгруппе, и Карлупский включается как таксон нижнего уровня в копчакскую кладу. Так, в принципе, и получалось по всем другим лексико-статистическим исследованиям. Значит, следующие четыре вывода, это некоторые методологические импликации, которые нам кажутся принципиальными при работе с языками, находившимися в ситуации контакта друг с другом на протяжении долгого времени. Значит, показано, что простого датасета с корневыми когнациями совершенно недостаточно, чтобы вскрыть изначальную структуру дерева, и нужно применять методы снятия дирекционного дрифта и оптимизации гомоплазии, которые позволяют избавиться от некоторых реальных подгрупп. При этом не все вычислительные алгоритмы одинаково хорошо реагируют на эти процедуры. Лучшую реакцию показывает Байсовский анализ, метод ближайших соседей по версии программы Starlink, и метод максимальной бережливости показывает чуть более худший результат. И, в конце концов, настоящее исследование совершенно не подтверждает мнение о фундаментальной невозможности построить дерево для семьи, пребывавшей в ситуации такого длинного интригенетического контакта. полученные сценарии, связанные с мультифуркацией, кажется совершенно объяснимым и вероятным сценарием дивергенции проязыка в сообществе степных кочевников. Благодарю за внимание. Спасибо. Так, спасибо большое. Есть ли вопросы у кого-то? Да, есть. Можно сразу? Илья, у меня, значит, один частный более вопрос и один такой вопрос замечания более общего характера. Значит, частный вопрос, вот когда снимается гомоплазия, и из-за этого перестраивается дерево, верно ли, что дерево перестраивается ровно в тех местах, где снята гомоплазия? То есть, например, ну вот там, скажем, халачский, который отделяется от уйгурского, да, на Старлинг, да, это было? Вот это из-за того, что вы сняли вручную какую-то гомоплазию между халачским и уйгурским, или это какие-то... Да, значит, вот что касается халачского и уйгурского, там было ровно одно вхождение, которое нужно было оптимизировать вот по процедуре снятия гомоплазии, и вот как бы ровно одно изменение здесь в датасете вот привело к этому. Остальное тоже касалось в основном копчакской клады. Вот основные преобразования вот как бы касаются именно ее. Понятно. Хорошо, спасибо. А второе, ну это вот такое более общее, скорее, замечание, значит, насчет возможности и невозможности построения дерева там для тюркских языков в ситуации контакта и так далее, да. Ну вот итоговая ситуация, что качественное дерево тюркских языков должно предполагать мультипуркацию, причем аж не просто мультипуркацию, а аж мультипуркацию на восемь равноправных ветвей, да. Это же, наверное, и лежит в основе того, что никому до сих пор не удавалось построить нормального тюркского дерева. На самом деле, отчасти это проблема, которая и с индоевропейским связана, да, потому что у нас там все равно хочешь не хочешь, а эти узлы распадаются один за другим очень быстро с минимальными интервалами и фактически, да, там, можно играть вот в это построение бинарных узлов бесконечное, а можно просто сказать, ну, вот там индоевропейцы сразу распались на пять, там, шесть ветвей, и там были тюрки тоже, да, мы искали. Ну вот чувашский, понятно, отделился, а дальше они одномоментно распадаются на восемь ветвей. Ну, фактически, значит, можно ли экстаполировать на этом основании вывод, что если у вас большая семья языков и 50 разных классификационных схем и специалисты по этой семье никогда и никак не могут выработать такой единый консенсус, это просто на самом деле рано или поздно приведет к тому, что у нас будет построено мультипургационное дерево. Потому что, ну, понятно, как сказать, очевидные узлы, они так вот навсегда и останутся очевидными узлами, а не очевидные узлы, они рано или поздно разрешатся просто вот в эту самую пресловутую мультипургацию. Ну, тут, смотрите, можно обсуждать, как мы понимаем метафору Долгопольского с пнем, да, и что такое невозможность построить дерево, да, потому что если мы такие... Тут ведь надо сказать, что традиционные специалисты по сравнительному историческому языкознанию совершенно не хотят строить бинарные деревья, потому что классический метод построения дерева не предполагает бинарности древа. Вот, ведь... Разумеется, но восемь деревичных ветвей они тоже не хотят. Четыре, да, обычно делят на... ну, то есть чувашские выбрасывают и дальше делят на четыре или пять. Ну, вот да, и причем разные делят по-разному. Не могут договориться там про Карлупские, Курчатские, Агустские, а как они друг с другом соотношаются. Да, ну вот, в целом, мне кажется, верным ваше рассуждение, что, значит, если мы имеем какой-то спор, затянувшийся лет на 200 о том, как нужен построен сам группинг высшего уровня, это, пожалуй, такой хороший предиктор того, что аккуратный филогенетический анализ даст на самом деле мультифлюкацию. Ну вот, да, мне тоже, мне кажется... Как и для индоевропейского. Там дата этой мультифлюкации консенсусная такая получается. не изначально с отделением Туашского, а вот потом уже, когда они все пошли делиться на... Получая, вот, как бы вот на этом дереве получается рубеж Р, вот ровно. Конечно. Великое переселение народа. Да, так, тут еще у нас два вопроса. Значит, вот Михаил Живлов, вот, Миша, давайте вы первый. У меня один вопрос, одно совсем, так сказать, совсем периферийное замечание. Периферийное замечание такое, что у вас там в качестве иллюстрации фигурировала этимология Чувашского щек, которая ночь, да? Но мне кажется, что... Ну и его, соответственно, сравнение с общетюрским севером, что очень трудно его отрывать от марийского юв ночь. Это марийское, неважно даже в какую сторону было заимствование, очевидно, что оно указывает на старое «з» и исключает всякую когнацию Чувашской ночи с севером. Я, так сказать, не берусь сказать, в какую сторону тут может быть заимствование, но, по крайней мере, вот, это довольно, по-моему, довольно надежное указание на то, что Чувашское слово имело изначально. Ну, понятно, что это очень старое, старое, если это заимствование, то это очень старая штука, потому что «Е» в марийском, если это заимствование из Чувашского, да? В общем, мне кажется, что это, как бы над этим можно подумать. А вопрос, собственно, такой. А вот, если можно показать вот это финальное дерево, да, которое у вас получилось, а какие, как соотносится то, что получилось с классификацией по общим инновациям? То есть для каких узлов на этом дереве можно такие инновации предъявить или, наоборот, есть какие-то узлы, выделяемые по общим инновациям, которые здесь не отражены и так далее? Ну, смотрите, вот мы пока еще подробно не смотрели именно по инновациям, но вот для вот этого общего дерева, но вот на Копчакской кладе, вот если мы смотрим только на инновации в базисной лексике, в принципе, каждый узел подкреплен, получается, двумя-тремя прям вот именно хорошими инновациями. И противоречащих инноваций в базисной лексике в Копчакском не... нет таких, которые... Ну да. Которые есть, в общем... Ну, в любом случае, у меня тогда Каня Владимировна уже вопрос, а все-таки с фонетико-морфологическими инновациями что, как... С фонетико-морфологическими мы сейчас разбираемся, значит, я должна сказать, что... Ну, в общем, кое-что получается. Ну, то есть, вот это дерево, которое сейчас построено, оно мне, в общем, как человеку, который думает про фонетико-морфологические, кажется приличным. А именно, ну, понятно, сибирская группа, конечно, объединена очень поздними фонетическими инновациями. Это просто видно, глядя на диалектный материал, потому что там одно и то же явление по разным правилам сидит в этих группах. Вот. Значит, там, нозализация начального йота, допустим, значит, которая... Не объединяет его с южно-самадийскими заодно. Во-во-во, да. Значит, которая очень забавна, значит, в каждой ветке она как-то проявилась из этих сибирских, но в каждой ветке и в каждой подветке каждой ветке по своему правилу. Вот. Значит, ну что, я, честно сказать, меня до сих пор мучает карлукская ветка, потому что я вообще уже не понимаю, почему даже уйгурский и узбекский объединяются друг с другом. Вот. Потому что, в общем, ну, возможно, что когда будет реальный диалектный материал по этим языкам, то будет легче. Вот. Потому что, в общем, то, что их объединяет, это... Ну, там, одна вещь – это глупость, потому что это оба языка с попорченным сингроманизмом, но они у них попорчены, и на этом основании их любят объединять, но они попорчены из-за влияния разных языков. Узбекский под иранским влиянием, а уйгурский под айратским. Вот. И по-разному совершенно. И в уйгурском я все время вижу какие-то следы его вообще, то ли архаичности, то ли северо-восточного происхождения, там, меньшей подверженности, возможно, копчакским влияниям. Вот. А в узбекском этого ничего нет. Вот. То есть это там система именного склонения, которая их объединяет, это просто система остаточная, упрощенная. Получается, что как минимум одно из исходных групп, которое взято в качестве, так сказать, безусловной правды в этом исследовании, сомнительно. А еще у нас... Карлукская. Да, Карлукская. А еще у нас татарско-башкирский здесь, который тоже... Татаро-башкирский неплох. То есть вот вся эта штука сейчас получается довольно хорошо. У меня, правда, получается, кажется, что, значит, есть некоторая вот эта татара-башкира-сибирско-татарская общность, в которую с юга врезается нагайский клин. Вот что-то такое. Это по диалектологическим данным. Возможно, это удастся как-то более или менее хорошо обосновать. Ну, понятно, что, значит, поскольку стасловники современные по этим диалектам, поскольку им вообще весьма сложно доверять, потому что все эти люди учились в школе литературного языка. Ну, то есть получается, что все-таки главная, так сказать, претензия, которую к этому всему исследованию можно выдвинуть, это выбор первоначальных вкладов, которые считаются заведомо, так сказать, правильными. Ну, нет, так не то, чтобы... Нет, 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 нет. Все-таки, значит, по стасловникам достаточно хорошо эта самая татар-башкирская общность и сама собой получается. Мы не думали вначале, что она получится. Там она просто, ну, несколько по-другому объединяется. Допустим, часть сибирско-татарских диалектов является, на самом деле, сибирско-башкирскими диалектами и так далее. Вот. Значит, ну, я просто могу сказать, какой материал ненадежен. Вот. Ненадежен... У нас не вполне надежен Ногайский материал. Собственно, Ногайский. Не... И это, я надеюсь, поправить, в общем, в ближайшие два года, если удастся кого-то ловить вообще. Вот. Я сейчас не понимаю, что объединяет Ногайские диалекты, на самом деле, по фонетике и морфологии. Вот. То есть, тех людей, которые приписаны к Ногайскому языку. Вот. Казахско-каркалпакское, это давно объединяется, и это мы знаем. Ну, это понятно, да. Вот. Ну, а... Ну, и, конечно, Сарык-югурский мне не нравится, что вылезает отдельной палкой, потому что так он очень хорошо влазит в хакасскую ветку по остальным параметрам. Вот. Я думаю, что просто он сильно очень новоуигурским измучен, но нам почему-то не удается этого вытащить на списке. У нас еще один вопрос. Так, как я понимаю, поднимет. Да. Добрый день, коллеги. У меня, коллеги, сразу несколько вопросов. Во-первых, очень интересно, почему для списков не используют армянный кепчакский. Вроде бы по словарю там набирается даже не стословник, а нормальный двухсотсловник. Упустили, ну, это можно добрать. Да, а было бы интересно, как разными методами он становится в разные места, получаемого дерева. Во-вторых, другой вопрос уже непосредственно к реконструкции. А тут сказано, что использован не халашский как таковой, а протохалашский. По-моему, я понимаю, что это просто взятые два диалектных списка и построен их возможный предок. Да, значит, про халашская реконструкция получается очень неглубокая. Там действительно выделяется более-менее два диалекта, которые между собой не показывают ни одной замены, собственно, внутриязыковой. Просто в одном диалекте что-то обычно выбито заимствованиями, при том, что другой диалект сохраняет исконную лексему. Вот, в общем, вот так устроена реконструкция. Ага, понятно. Дальше у меня вопрос по Ногайской реконструкции. По тексту статьи у меня сложилось впечатление, что при подсчете диалектного расхождения между разными так называемыми Ногайскими диалектами, кавказские и Ногайские отделились от нижневолжских. Это Багали Фича. Ну, значит, смотри, пока вот мы представляли себе вот на этапе реконструкции про Ногайского, ну, действительно, его некоторое разделение пополам. На Волжский ареал, да, и на Кавказский ареал. Они действительно показывают по базисной лексике, вот их довольно хорошо можно друг другу противопоставить. Но, в общем-то, нельзя исключать, что это такое противопоставление немножко контактной природы, что там на Волжско-Ногайске влиял татарский, а на Кавказский, соответственно, кумыкский. И вот некоторые лакуны в реконструированном проногайском списке у нас как раз получились связанными вот с такими конфликтами, где, в общем, невозможно было понять, что первично. Ну, да, в общем, в целом нам приходилось исходить из такой, как бы, на свой род бинарной структуры. Реальной. Понятно. Нет, понятно, что первично, что вторично. Классик сказал вторично и первично. А вот как раз-таки по проблемам с тем, что на что влияло, и сводятся мои дальнейшие вопросы. Ну, во-первых, хотелось бы перед тем, как задать следующий вопрос, указать тебе, что Нижневолжский ареал явно глубоко вторичен, собственно, так же, как и кавказский, в том числе и те сословники, которым ты имел гост. Во-первых, на Волге мы видим, что Карагаш-Нагайский, который расположен восточнее дельте Волги, он тупо является этнолектом казахского языка. Вот мы открываем казахский словарь, видим там основные фонетические фичи, которые его отличают, скажем, от Каракалпакского и литературного Нагайского, оба из которых фикция и не отражают никакого реально существующего диалекта. И мы потом, после того, как посмотрели в словарь, смотрим на два Карагашских диалекта и видим, что это, собственно, то же самое, только с некоторыми архаизмами. Скажем, в одном Карагашском диалекте, который несколько архаичнее, там не же начальное вместо и как литературно-казахском, а же и в другом какие-то похожие погремушки. Что же касается кавказских Нагайских, то стартовый фокус в том, что те списки, к которым ты имеешь доступ, они не просто собраны в том районе, где более молодые опрошенные информанты, работавшие когда-либо в городе, имеют тенденцию не понимать, говорят ли они в данную секунду по-нагайски или по-кумэкски. Но, да, там вообще есть одна такая тетенька, которая разобраться совершенно невозможно. Как минимум она говорит с сильным кумэкским акцентом, как максимум это какая-то жуткая тросянка. А, во-вторых, этот ареал, оказывается, по словам самих информантов, не собственно расселение кары Нагайцев, которые по фонотическим признакам, кстати, суть единой с юртовскими Нагайцами с запада Дельта Волги. Прям один к одному с поправкой на литературно-татарские заимствования у образованных юртовских Нагайцев. Ну вот, в Дагестане, там, откуда собраны списки, живут не только кары Нагайцев, но и перемешиваются с ними люди с говорящим названием хуванши, ну, кубанцы. А кубанско-ногайский, это то, что Баскаков описал как ак-ногайский, и волшебным образом он так же, как и карагайский, практически неотличим от казахского. Иными словами, все, что мы представляем себе как нагайские казахские диалекты, это не лингвистические сущности какого-либо уровня, а это генетического, а это этно-лингвистические вещи, это несколько крупных наречий, которые за последние несколько веков по исторически прозрачным причинам перемешались и сейчас живут через полосно, но к ним приклеились разные этнолекты, этнонимы, как по внутренним причинам, что люди по-разному себя идентифицировали, так и по внешнему, что им разные экс-этнонимы присваивали колонизирующие силы, собственно, администрация Российской империи. И из всего вышесказанного следует плавно вопрос к такому интересному заявлению, которое вы делаете в статье, будто бы слово близкий, Я-Кын в татаро-башкирской кладе является нагайским заимствованием. Собственно, как это объясняется с учетом того, что Я-Кын в разных диалектах его инкарнациях встречается во всех волго-уральских татаро-башкирских идиомах от Томска до Рязани. Просто непрерывной полосой. Я хочу сказать, что мы уже немножко выбились из регламента. А, да, мы, наверное... И вам же меньше места. Мы можем недолго открывать презентацию. Ну, тут еще вопрос один, вот, поэтому... А, да, да, ну... Я отвечу тебе на почту тогда. Если вы можете ответить кратко совсем, вот, потом будет еще один вопрос. Это очень интересно. Да, я тогда ответ Марку, наверное, перенесу как бы в клуары. А, хорошо договорили. Ну, в общем, ответ такой, что надо дальше работать. Это ответ на все вопросы. Можно я же там свой? Да, да, вот, Сережа, как раз вопрос мы и ждем. Уже, собственно, большую часть моего первого вопроса ответил. Было отвечено в ответе Миши. Значит, я хотел спросить насчет, ну, фиктивных, ну, очевидных вещей. Вот там, часто, сектара башкирского, значит. Ну, я сначала спрошу вот про что. Предварительно. Вот я вижу слово проталтайский и протокиргийский. При том, что во всех, так сказать, я не знаю где, написано, что не было никакого алтайского языка, что сочинено в советское время, что это диалектная, как сказать, ну, Тришкин-Кафтан из диалектов. Нет, это не Тришкин. То есть, оно оказалось, что оно не Тришкин-Кафтан. Нет, я давно знаю, что это не Тришкин-Кафтан. То есть, это подтверждение ложно. Да. И относительно киргизского, и относительно алтайского. И относительно киргизского ничего тебе не могу сказать. Я не имела дела с киргизскими нормальными диалектами. Там выделяют северный и южный Южный считается под сильным влиянием узбекского Но вообще говоря У нас не было чистых представителей пока Ну вот это самое Высосим может быть из вышки грант На диалекты зарубежных тюркских языков Может что-нибудь получится Так как глядя на два стасловника У нас все-таки были северный и южный киргизский стасловник Там минимальные различия Мой собственно основной вопрос как раз и касается стасловников Это мой пафос обращен к тебе В отношении пафоса нацелен, фокусирован на тебе И на твоей фамилии в основном Потому что очевидность Татара-Башкирского Например за счет стасловника Или там то, что сейчас было сказано Нет, Татар-Башкирский хорошо выделяется На самом деле по ряду параметров Кроме, ну там Как раз как ты понимаешь Для меня стасловник это не главный аргумент Совершенно Ну просто вот эти Насколько, скажем Я собираю стасловники Потому что это удобный способ выяснить фонетику Я все понимаю И немного морфологии Я все понимаю Просто допустим Стасловники украинский, белорусский Или чешский, сословацкий Да, мы это делали Санкастическое число Которое ничему не соответствует Мы это делали Там очень забавное действительно Дерево получается Это и Леша тебе может сказать В смысле, что вы делали стасловники Украинско-белорусское По николаевским диалектам Стасловникам в частности Который разваливает Восточную славянскую полностью Ну там забавно, да Ну хорошо, ладно Потом поговорим